Такие нежности. Рыжка у нас очень ласковая. Рыжик прям любит. Всегда приходит к нему, начинает ласкаться. Рыжик у меня на коленках сидит, а она пришла и села рядышком. Сначала сама пыталась ему голову подставить, чтобы он ее вылизывал. Потом сама начала его вылизывать. Рыжик прям любит. Рыжик прям любит. вот так вот она у нас устроилась удобненько моя девочка ребята смотрите что у меня получилось это манник испекла я его по рецепту ирины парфенковой вдохновилась на стриме вообще конечно готовить пришла иди кася сюда всякие выпечки вот это вот у меня никогда не получается и духовка у меня как сказать не очень хорошая она не печет там все-таки горит сразу основном а манник вот получился дырочки это я спичкой протыкала пробовала первый раз проткнула меняют когда 30 минут прошло я открыла проткнула там жидкий щупок вот в общем в итоге у меня стоял в духовке 50 минут такая форма у меня есть икеевская она небольшая вот рука моя вот где-то наверное сантиметров 25 на 15 может на 20 вот сейчас остынет буду я его пробовать чай попьем я уже разрезала вот так ножичком и пробую вытаскивать вытащить она мне хорошо вытаскивается очень не пригорает сейчас посмотрим что там внутри а кстати манник я сделала с изюмом купила вот магазине сегодня сметану манка у меня была сахар был и изюмом купила потому что ничего такого нет ни ягод ничего ничего не пригорело все красиво аккуратненько вот только сбоку чуть-чуть это время сказать не скажу что это пригорело сейчас буду пробовать я сейчас проснулась после сна после ночной смены и хорошо что я накрыла салфеточкой мой манник потому что какая-то несознательная личность здесь уже отметилась какие-то меня и небеса праздники но я не стал убрать просто состава потому что горячего легла спать а теперь встала и буду пить кофе с этим манником уже присохло даже перед сном я его поеду чай попила очень вкусно получился такой плотненький изюма очень много на дно конечно весь свалился и дерутся у меня там кошки играют в общем всем приятного аппетита кузя привет хорошо им сейчас прохладненько стало вчера прибирала свой балкон такой постирал вот этот коврик это у меня старый преддверный коврик был положила его что и шкуру мне вот такая на внешне есть искусственная языке тоже что положила вот сюда вот хочу сделать матрас у меня здесь был матрас но котята вот когда маленькие были записи ли его пришлось выкинуть как бы такой матрас я разрезал эту часть и вот эти две подушки это тоже часть матраса вот этот нижний пришлось выкинуть такая вот у меня картина висит шторки выкинула отсюда потому что котятки у меня лазят вот сюда вот наверх и все шторы изорвали снаружи смотришь на балкон прямо страшно да проказники кто у меня лазил наверх кузя кузя кто лазил наверх нет не ты кузя скоро операцию надо делать кузьки в общем так вот мне сейчас на балконе это у меня сушится покрывало с этого дивана на вельки кстати уже года три наверно не ездила ну сын у меня катается на нем заказала шторки сюда тюли дней через семь уже наверно придут недорогие взяла но тоже буду брать в рассрочку потому что сейчас даже недорогие у меня мне дорого выходит вот как перед тем как вешать я буду окна протирать еще раз я их мыла в июне и они вот уже от воды от дождя капельками пошли крылья так персик любит на сиденьке сидеть в общем когда приедут шторки повешу и все покажу а кузя у меня вот здесь вот любит спать кстати у меня вот здесь вот снаружи на балконе висят вот такие шторы я их сама сшила из старых штор когда мы в эту квартиру только переехали такие вот держатели сделала там прибила такую петлю и с двух сторон у меня так вот получается как бантик вот я уже сняла отсюда вот и когда можно затемнить в квартире ну допустим когда на дневной сон надо уйти между ночными сменами я их закрываю и в квартире темно и прохладно такой лайфхак повесила просто чтобы у нас снаружи не было видно когда вообще вот мы переехали и штор не просто на такие старых штор сделала и так они у меня и прижили здесь пирсик 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 смотрит за улице куська дрыхнет вот не дрыхнет а поляется кузя хорошо тебе да кстати всем привет я по-моему так и не поздоровалась сейчас нужно по делам сходить вечер уже конечно на улице хорошо короче какие у меня новости какие новости помните я говорил что мы уже не поедем на море потому что у меня кое-что случилось я даже пыталась устроиться на вторую работу чтобы это кое-что исправить в общем что произошло меня на работе оштрафовали на пол зарплаты как бы я ничего не скажу да я не до такой конечно степени ну ладно тут уже ничего не справить короче оштрафовали на пол зарплаты как раз которая будет в августе зарплата и получается что в отпуске мне не хватило бы денег даже на отпуск поехать даже на выплаты я пыталась эту брешь закрыть второй работой но не получилось и пришлось просто очень сильно экономить очень сильно ужинаться и отказаться от моря в сентябре но я еще до того как меня оштрафовали разговаривала с бывшим мужем ну когда собирались на сцену на море я его как бы спросила не сможешь ли ты помочь с отдыхом ребенку то есть чтобы не только я оплачивала отдых ребенка но и он тоже немножко поучаствовал он тогда на тот момент сказал что посмотрим как у него там зарплаты будет как бы типа обещать ничего не могу вот а тут значит подходит уже август вернее уже пришел август перечислили пособие на детей единовременно как вы знаете и бывший муж как раз тоже написал что пришлет мне помимо алиментов переведет мне еще восемь тысяч рублей на отдых ребенка так что брешь закрыты все сложилось очень удачно очень счастлива но мне конечно все равно придется немножечко под занять я так думаю если не получится сэкономить и по распродажам что-то найти в школу ребенку то есть его же надо еще в школу собрать и поедем с ним на море в сентябре такая вот у меня радостная новость я уже купила билеты 31 августа мы уезжаем получать 31 августа с утра на море будем там 2 числа мы едем в лазаревской потихонечку начала уже вещи собирать эту сумку достала сумка как лежак и холодильник достала в этот раз сыном дети можно будет в холодильник с собой брать вот а еще у меня обнаружился вот такой пакет мелочи я про него забыла даже это еще с магазином стал который у меня работала два года назад в общем я не знаю куда его девать здесь вот по 5 по 10 копеек по 50 копеек ну рублей 18 наверное берется может меньше не знаю куда его девять я пыталась с него как-то по 50 копеек как бы тратить но это жесть короче это надо или отдать в магазин какой-то или выкинуть что-ли я не знаю даже иду сейчас в родительскую квартиру совсем недалеко от моего дома вот это мой дом родительский вон тот дом впереди надо проверить что да как в квартире чтобы не протекло ничего не это не затопили посмотреть с почтового ящика тоже все достать но когда квартиру свою покупали специально искали поближе к родителям вот очень удачно получилось что про на соседних домах вот в этом доме получается квартира у родителей здесь магазинчик есть колбасу всякую продают вкусную а вот родители дом вот этот балкон тоже пристрой как и мой балкон у меня тоже пристроен покрасили всю грязь оставили за собой обалдеть на окнах прям это что краска или побелка интересно да уж не обрадуя маму кошмар домик освежили но блин так же не делается все окна заляпали ну что ж у родителей в квартире все в порядке я проверила все я пошла я уже иду обратно из магазина купила хлеба молока не купила потому что его не было сейчас мне нужно съездить в ленту за кормом для кошек они все съели и вообще избаловались покупала желудки они их не едят безо праздники в общем поеду сейчас в ленту и куплю им сухой и влажный корм дорогу перехожу уже вечер небо такое красиво вот у меня родительский дом а вот мой дом родители живут в деревне квартира просто пустая стоит думали сдавать но когда бывает такое что нужно приехать срочно нужна квартира мы как бы им говорим что если что так ведь можно у нас мы тут трое детей живем в своих квартирах каждый но они не любят чтобы ну как бы стеснать кого-то 30 градусов показывает по улице подъехала к ленте пойду сейчас от авариуса ну конечно постараюсь поэкономнее надо сейчас очень хорошо экономить потому что если не экономить то не хочу питаться на море нам с сыном поэтому поищу что по акции для кошек особо конечно не найдешь там но в магните я посмотрела полтора килограмма корм сейчас стоит 450 рублей сейчас посмотрю здесь сколько такой корм стоит и если здесь дороже то куплю в магните вот такой корм вот такой вот корм в магните за 450 рублей сейчас поеду туда и обратно куплю в смысле когда отсюда поеду Зайду в этот магнит. Это дорого. 550. Зато вот этот здесь дешевле. Вот его сейчас возьму. Замечательно. Вот. Корм Шиба. Также по акции со скидкой идет. Может быть его взять. Они его прям умяли. Бесрочно. А кто он дорогой? За 32 рубля почти что. А по акции 22. Такой я не пробовала. Не знаю. Не я, а кошки мои не пробовали. Не покупала я такой. Не знаю. В общем я им давала вот такой. Они его первое время кушали, а потом перестали. Потом недавно я им купила. А, вот они. Вот эти вот я им брала. Они тоже не едят. Короче, они не жрут ничего. Столько вкусные. Так хороший корм. Вот этот вот они хорошо ели. И Perfect Fit. Вот этот вот они кушают очень хорошо. В принципе, можно его там что-то взять. Дела пока вот столько. Так. 12, что ли, пакет. 12, по-моему, пакет для какого-то корма сюда. И вот этот вот большой. На полтора килограмма. И еще заеду этот какой-нибудь в магнит. Возьму там пурина. Корм. Килл двести который. В итоге я решила взять два пакета Perfect Fit. Потому что на сторону дешевле получил эти, чем тот спорт, чем пуринала. Вот. В общем. Еду домой. А мелочевка это предложила. И в магните предложила, и в пекарне. И здесь тоже они сказали, мы с такими не работаем монетами. Так что придется везти, наверное, с собой на море и там в море выбросить. Итак, я уже дома. Меня уже встречают. Рыжик, слезай со стола. Их совестный. Давай, давай, давай. И ну товарищ, вы не обнаглели случайно? А? А? Не укладывайтесь, не укладывайтесь, пожалуйста, поудобней. Давай, слезай. Позорник. Слазь. У меня тут обзор. Слезай, говорю. Ха-ха-ха. Ну и, блин. Кадры. Я, кстати, когда прибиралась, вчера перестановку сделала. У меня вот это зеркало, которое без зеркала осталось, оно стояло вот тут вот, в серединке. я его сейчас сюда сдвинула, потому что оно пока бесполезная рама, просто туда, не сюда как бы загораживает всю стену. Вот пока что. итак, продолжаем обзор. Мне в этом поможет наш кот Персик. Купила я, в общем, два пакета вот эти, по 1,2 кг. они у меня выходят по 366 рублей. А Пурина Ван, зелененькая такая упаковка, уйди отсюда. Пурина Ван выходит по 450 рублей в магните. Там 1,5 кг. В общем, я не стала заезжать за Пуриной. Взяла вот этих два пакета по 1,2 кг. С индейкой и с курицей. Потом взяла вот такие пакетики Perfect Fit тоже разных вкусов взяла. И что-то, видимо, лишний схватило. Всех по 4. И один у меня лишний получился пятый. Может быть, на работу заберу коту. А, нет. Все правильно. Это у меня вот этих получилось 3 штуки. Походу сюда не попал. короче, ладно. Не важно. Взяла значит таких вот 1,2,3,4 на 4 16 штук. Это нам будет на 4 дня получается. И вот все вместе у меня получилось. И молоко себе взяла там в ленте. Это все у меня вышло на 1102 рубля. Сухого корма надолго конечно хватит. Этого влажного только на 4 дня получится. Так что придется еще потом докупать. Ну а себе только вот хлебушек взяла до молока и печенек в печали завтра на работу. Так, что я хотела рассказать у меня тоже начался отсчет дней до отпуска. 31 мы уезжаем. Сегодня 3 августа получается 4 августа 27 дней и мы уезжаем с нетерпением прям ждем очень хочется побыстрее поехать. Так что смотрите мои ролики, подписывайтесь на канал, будет интересно, будут сборы, дорога обязательно, ну и конечно же отдых на море. Всем счастливо, всем пока, всех люблю. короче накладываю им кушать и оказывается вот я обычно вот такой беру кусочками, а это не посмотрела оказывается вот паштет 3 штуки получилось вот такие вот она уже прям не терпит ей надо быстрее ай-дай-дай-дай-дай-дай кушать пойдемте короче паштет очень удобно выкладывать из вот этой из пакетика не надо его выковыривать оттуда все 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 даю я с этим своим графиком совсем уже запуталась сегодня третье же число получается что мы 31 уезжаем и остается 28 дней на отъезд чай поставила сейчас чай пить ну что ж всем спасибо за внимание еще раз говорю ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал всех обнимаю всех целую любви всем пока увидимся Субтитры сделал DimaTorzok